Мои артисты уже начинают роптать по поводу зарплаты, поэтому не только на мне, но и на всех. Мне не приходится обменивать доллары, поскольку я получаю зарплату в рублях и спокойно ее трачу. Поэтому пока я ее не ощутила. Очевидно, ощутим чуть-чуть позднее. Чуть-чуть трудно совершать какие-то, например, онлайн-группы, молодежи, если это, например, нужно делать в евро, поскольку приходится покупать евро, класть их на карту и, соответственно, с учетом нынешнего курса это чрезвычайно сложно. Нет, все как было, так и есть. Нет. И никаких мер предпринимать вы не будете? Нет, конечно. А что мы можем сделать? Нет, нет. Пока не поедем в отпуск. Ну, то есть мы все не планируем. А вы? Мы тоже. Стало меньше тратить. Тратить чего? Денег. Каких? В российских рублей. То есть экономите? Да, экономят. Но что-то будете предпринимать в связи с тем, что рубль резко упал и продолжает падать? Мы ждем, чтобы он хотя бы зафиксировался. Пускай он будет 50 рублей, но чтобы я знала, что он не скачет каждый день и не падает. И уже тогда с этими водными будем как-то планировать свое дальнейшее. Потому что сейчас, когда он очень колеблется, это тяжело. Ну, покупательная способность рубля падает. Естественно, что мы можем позволить себе меньше покупок. Мы не можем распределить нормально нашу зарплату и так далее, и так далее. Что вы собираетесь предпринимать? Честно говоря, пока ничего буду ждать и смотреть, что будет дальше. Что касается доллара и евро, нас это не касается, но то, что стали дороже продукты, это совершенно верно. Это очень плохо все услуги дорожают. Дорожает ЖКХ, это безобразие. Ничего другого нет, а цены выше. Никак не отразилось. Почему? А потому что мы живем не в долларах, а в рублевой зоне. И это, любой курс доллара, это не более, чем биржевая игра. Недаром даже не говорят игроки на рынке, они не говорят люди. А для людей, если я заработал свою картошку, я ее съем. И сколько она стоит в другой стране, мне совершенно не волнует. Да, очень сильно в плане того, что квартирного вопроса, то есть увеличился квадратный метр, в отличие, например, от прошлого года и сейчас. Это очень сильно отразилось. Да не особо отразилось, у меня зарплата в рублях, и за рубли я покупаю все и продукты. Но единственное, бензин подорожал, это да, так особо не отразилось.